Накануне сразу в нескольких российских городах, в том числе и в Твери, выстроились очереди, желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав. Согласно новым правилам освидетельствования, стоимость услуги должна была вырасти с 22 ноября до 5000 рублей. По этому поводу в первой половине дня состоялась пресс-конференция в управлении ГИБДД по Тверской области. А во второй половине дня все изменилось. Тему продолжит наш корреспондент. Тверских журналистов пригласили на брифинг, чтобы объяснить причины решения. Предлагаемые Федеральным Минздравом поправки обязывают каждого автомобилиста при получении и обмене водительских прав проходить тест на хронический алкоголизм и систематическое употребление наркотиков. По подсчетам специалистов, процедура резко повышает стоимость справки от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Дорого стоят сами реактивы для исследования биоматериала, рассказывает Вера Честнова. Действительно очень большая цена. Но еще раз говорю, это не подорожало стоимость, там, врачебность самого освидетельствования. Оно нисколько не изменилось. Оно включено в эту общую справку. Но туда добавились два дополнительных метода исследования, которые рассчитаны на основании тех расходных материалов, которых мы приобретаем. Поэтому, к сожалению, расходники очень дорогие. По наркотикам они еще достаточно доступны. Потому что есть российские производители, которые, в принципе, уже научились это делать. Химико-таксологический анализ занимает достаточно много времени, поэтому сроки выдачи справки сдвигаются и составят от 10 дней. Денис Черных подчеркнул, что большое значение для госавтоинспекции имеет вопрос борьбы с алкогольным и наркотическим опьянением за рулем. Необходимо наказание для таких водителей ужесточать, вплоть до конфискации автомобиля. Вот это изменение или несколько ужесточения требований к освидетельствованию, оно, конечно, для нас очень важно. От срока действия водительского удостоверения 10 лет. Может быть, 10 лет назад он не был подвержен наркомании, либо алкоголизму. А сейчас он пришел менять водительское удостоверение, и, возможно, уже у него есть такие заболевания. Поэтому вот это вот некоторое изменение и ужесточение, оно однозначно сыграет позитивную роль. Но также коснулось и тех участников дорожного движения, которые получают впервые водительское удостоверение, когда нужна медицинская справка для предоставления государственной инспекции безопасности дорожного движения с целью получения соответствующей государственной услуги. Но пока готовился наш материал к итоговому выпуску новостей, федеральные источники сообщили о том, что Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей. А президент и вовсе назвал это чушью и потребовал провести дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах.